Ну, она рассердится, что не дал поспать. А можно тихо скользнуть к ней под одеяло и... А потом скажем, что это был сон, и ничего не было. Ну, чего возьмешь у моей соседки? Ее зовут Вера Семеновна. И что я ей скажу? Что ты мой любовник, очевидно, Джон. Ха-ха! 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 Ну, ха-ха! Ну, давай! То есть, Милфа завела себе, скажем так, молодого любовника. О, май гад! Ну, давай! А-а-а! Би-би! Би-би! Э-э, сейчас бы выпить вкусного сока! Ммм... Это что был? Прозрачный сок? Блин, реально как будто 2К18 вернулся, да? Ха-ха! Давайте лайк, лайк, подписка, репост в честь этого. А мы с вами сегодня кончаем. Мод, который я проходил с 2018-й Худыны. 2018-й Рокки. Мы с вами кончаем, Орлы. Мы кончаем мод под красивую заставку. Подписка, лайк, репост. Подписка, лайк, репост. Это мантра. Это мантра, которую я теперь буду повторять каждый день. Перед сном, перед обедом, перед ужином. Перед тем, как буду какать и писать. Эпилог. Мы будем кончать. Возможно, это ферия... Это ферия сенальная. Возможно, нет. Я не уверен. Но, возможно, да. Просто я не хочу, чтобы ферия была длинная. Тем не менее, мы кончаем, Орлы. Если что, все серии по этому потрясающему моду доступны в плейлисте в описании. Ну, правда, там нескольких не хватает. Но цены важны, цены важны. Я ожидал, что мы снова оставимся вместе до утра. Но Мика сонно попросил меня проводить ее домой. А лучше отнести на ручках. Ха-ха, бей. После всего, что было, идея показалась мне отличной. Ну, давай. Но ненадолго. Кстати, я как будто услышал, как костер хрипит. Вот в этих наушниках звуки в БЛ реально офигенные. То есть ты прям... Да, я слышу, как что-то трещит в левом ухе. Я офигеваю, что наушники вроде для музыки, да? А они нифига не для музыки. Но ненадолго. Дорога была слишком ухабиста. Я был готов уснуть на ходу. Как с это связано? Если она ухабистая, наоборот, ты не можешь уснуть. Потому что ухабы. Когда мы в очередной раз чуть не упали, Мика согласилась идти пешком. То есть ты засыпалась с того, что постоянно были ух... Где лодик? Автор-то сломался. Если не считать пару столкновений с сиреневыми зарослями, мы добрались без приключений. Обидно. Я думал, что будет была цена. Кругленько. Устала и счастливая. Вернулся к нашему с Ольгой домику. К нашему. Мне кажется, все-таки, что Семен на самом деле... Мику это прикрытие. На самом деле он помилфам. Снова и снова я вспоминал теплое дыхание на своем лице. И чувство, когда сперва пальцы, а потом и ногти Мику впивались мне в спину. Он вспоминает их секс. Перед глазами стояло и лицо с закушенной губой. И закрытыми глазами. А в ушах раздавались ее сбивчивые стоны. Глубокое дыхание и вскрики, где русские слова мешались с японскими. Если бывает еще лучше, то я не знаю, как люди могут жить дальше после такого. Вожата явно не ожидала. Не ожидали! Не предполагали! Что я приду ночевать. Она свалила всю одежду из шкафа на свою кровать и сама устроила спать на моем месте. А где мне спать? Мне что, кважатой ложиться? Хорошо. Ольга Дмитриевна, вы сами напросились. Я ложусь. Великолепно. Нам некуда обратно в клуб или спать на траве под окном. Можно столкать соседку, подумай, объяснить, где я был. Но она рассердится, что не дал поспать. А можно тихо скользнуть к ней под одеяло и... Все, давай вот так вот. Она никому не скажет. Мику уже ушла. Чувак, никто не узнает. А она, может, даже не против будет. Может быть, даже разрешит, там, не знаю, поняшить немножко. А потом скажем, что это был сон и ничего не было. Ну, поутру проснемся, пораньше уйдем. А потом ей скажут, мне снился такой сон. А я скажу, что... А, сон! Да, да, конечно, сон. И спать. А, просто спать. Ну, тогда рассердится Мику. Оставалось одно. Я расстелил на полу одеяло, прережив на него одежду. А сам устроился в кровати вожатой. Стараясь не обращать внимание на запахи духов и шампуни, идущие от постели. Разве это плохо, что от постели приятно пахнет? Моей постели никак не пахнет. У нее пахнет постелью. Идва коснувшись в подушке, мой мозг моментально выключился. Я скучаю по этим временам. Знаешь, классно, когда ты идешь спать, ложишься и все. У тебя как будто рубильник, и ты спишь. Я сегодня очень беспокойно спал. Лег в 2 часа ночи, потому что мне мама звонила. Понимаешь, в тот момент, когда ты с мамкой общаешься по скайпу с 12 до часу ночи. Потом я тусил, а потом... Я не тусил вообще там. Ну, я разбирался в том, что такое теханализ. Это трейдинг, теханализ. Я там разбирался. Ну, как вам сказать? Чуть-чуть разобрался, но не сильно. Так что, да. Лег в 2 часа ночи. В итоге я просыпался все время. Причем в 5 утра или где-то так же. Еще было темно, но уже светало. Я не знаю, что это было. Какая-то муха. Это даже не комар, это именно муха была. У меня в каждом ухе звенела муха. Может, это галюн был. Просто на какое ухо не повернусь, даже одеялом голову накрою. Все равно муха, блин, летала перед ухом. Надо было включить раптор. Идва коснувшись в подушке, я моментально выключился. Блин, такой каф. Я тоже хочу снова так. Потому что я режим себя сбил, ребят, засыпаю немоментально. Нет, все равно я быстро засыпаю, но... Не знаю, может, опять таблетки начать принимать. Причем мои таблетки кончились. Я сейчас пью другие таблетки. И что-то таблетки говно. Кажется, мне сильно из него что-то приятное. Во всяком случае, очень не хотелось открывать глазок, а меня принялись трясти за плечо. Эй, вставай! О, так, а можно было бы и встать. Вид как бы приятный. Оля, ой, в смысле, Ольга Дмитриевна, доброе утро. Я потряс головой и... Ах! Огляделся. Ольга внимательно смотрела меня с ног до головы и сокрушенно вздохнула. Семен, ты исчезаешь неизвестно куда, появляешься заполочь с наглой, довольной рожей, перепачканной в помаде. Я машинально потянулся за полотенцем и провел по лицу. На нем осталось светло-розовые пятна. Мику... Ээээ... Милая, она так хотела выглядеть еще красивее, как будто это вообще возможно. Вожата даже поперхнулась от такой наглости, отняла полотенце и размахивая, словно флагом продолжила. Лезешь в мою кровать, пачкаешь помадой, мое любимое домашнее полотенце. И потом задаешь мне такие вопросы. Ну, должен же быть какой-то предел, а? О, я больше не буду. Маска. Строго вожатая следила, Каульга бросила полотенце мне на голову и похлопала по макушке. Конечно, не будешь, не успеешь. Еще несколько часов, и я расцелую автобус, на котором вы уедете. Расцелует. Зачем целовать автобус? Он в пыли. Такой хлопотной смены у меня не было с АТ, вообще не было ни разу. Ну, что, молчи, скажи что-нибудь. Извей. Я стянул полотенце, зевнул так, что чуть не вывихнул челюсть. Нить, спать хочу, сил нет. Намек поняла. Кофе налить, Ромео? А есть? Конечно, нет. Я так предложу, вы шутки ради. Ты будешь или нет? Буду. А, я реально подумал, что она порофрила меня. Пока кофе остывал, Ольга перебирала какие-то бумажки, лежащие на столике. А я был под столиком, да, я Сашка, я под столиком был. Саш, не было тебя в Бейли никогда, не было! Ну, ладно, Евген. Вот Саша заебал, но все время вылазит и вылазит. Хорошо, что все позади, жалко, что вас не было, когда вы прощались с инострунцами. Да и комиссия с инессопотянами. Да и комиссия хотела напоследок поблагодарить вас за отличное выступление. Правда? Правда, правда. Но я сказала, что вы репетировали всю ночь. Че, че, не устали, легли спать пораньше. Так, опрос в комментариях. Мне требовал ответ. Я не знаю, зачем я этот вопрос устраиваю, но тем не менее. Какое у вас любимое мясо? У меня любимое мясо это говядина. Я сегодня пожарю говяжьи стейки, которые у меня полгода в морозилке лежали. И вы скажете, Евген, они лежали полгода в помозилке, они же, наверное, там, не знаю, сгнили. Не, нормально. И знаете что? Я их даже съел один, у меня есть, слава богу, три. Так офигенно, ребят, говядина, топ мясо. Обожаю говядину, вы не представляете. Говядина реально топовое мясо. Я забыл ее вкус. Я люблю курицу, ну, свинину, разве что шашлык, и то он жирноват для меня. А вот говядина, это топ, реально, ты ешь говядину, и вот, понимаешь, с одной стороны ты наедаешься, с другой у тебя нет ощущения, что ты жирная, сука, свия. И от курицы оно тоже, как бы, ну, нету, но немножко есть. Смотри, какая курица, что с ней делать? А вот говядина топ, ребята, надо реально переходить на говядину. Просто все время хочу и все время такой думаю, что забываю ее вкус, и потом забиваю. Какое у вас любимое мясо? Правда, правда, я сказал, что вы репетируете. А, ну, это я уже порепетировал. Она подмигнула мне. В целом, где-то так и было, да? Ну, я смутился, отошел к двери в целом, да? Там вовсю светило солнце, а по дорожкам вставали пенсионеры. Они были отвратительно бодры и полны энергии. С того завида, знаешь, это всегда так, всегда так. Ты не выспался, и какой-то живчик рядом с тобой, ты такой, аааа, как меня все заебло. Но я вспомнил, куда ушли мои мюсли, и не мог не улыбнуться. Ребят, мы снова добрый сок вошел в мою жизнь, как в старые добрые... Добрые времена. Сейчас человек пиздеца, так не хватает. Да, человек пиздец? Вода! И меня води не хватает. Ну, все хорошее когда-то кончает. Так, все, ладно, хватит грустных мыслях. Не грустная мысль, это... Ну, у нас Сашка теперь есть. Вообще, на самом деле, мне кажется, человек пиздец переродился в Сашку. Ну, я не знаю, не могу иначе это объяснить. Да, да, Юкин, я человек пиздец, да, пизда, хуй, пизда, хуй, пизда. Саш, перестань материться, и так уже на видос опять желтые значки прилетели. За мать, сука, выебит Ютуб. Но я вспомнил, куда ушли мои мысли, и не мог не улыбнуться. Кстати, в комментариях не материтесь, пожалуйста, просто вы материтесь, а мне потом... Мне потом жить с этим. Доза кофейна... Кофейна теплой волной разошлась по моему телу и помогла разлепить веки. Поднимите мне веки. Так, мы находимся на площади. Этим утром на Майдане, так сказать. Майданная залежность. Майдан Хэнды. Этим утром всем овладело чемоданное настроение. Праздник пролетал быстро, как будто и не было нихуя. Только флажки с гирляндами напоминали о том, что еще вчера здесь были иностранные гости. Играла музыка, четверо пенсионеров захватывали сцену, чтобы вскоре ее покинуть. Стоил ли весь этот сыр таких усилий? Я вспомнил улыбки девчонок на концерте. Наверное, стоил. После завтрака Ольга Дэ в последний раз собрала нас на линейку и принялась раздавать сцену и руководящие указания. Отряд, слушай мою команду. Сегодня до 11.00 необходимо привести в порядок жилые помещения. И когда я говорю навести порядок, имею в виду именно навести порядок. Это не значит заместить грязь под коврик и с честным лицом сдать мне ключ. Вопросы Е. А нам нечем убирать. Веники пали смертью храбрых на растопке вчерашнего костра. Да, так что убирать будет следующая смена. Я ждала чего-то подобного. Но все учтено. У нас есть запасы. Славяна разная, уйдет труда. На всех хватит? Да, Ольга Дмитриевна. Всем по одному. Плюс две штуки. Оперативный резерв. Вольно солдат. Смыс... Отличная работа, пионера. Итак, времени мало, а грязи много. Так что работаем быстро. Может быть, она работала в армии где-то. Иначе я раздам следующие смене ваши домашние адреса, и мы вышлем на них весь оставшийся мусор. Поняли? Понятно. То есть, Ольга Дмитриевна не уезжает. Она тут как бы навечно. Обидно. Кроме того, Семен, Мику, на вас мусклоп. Алиса с Ульяной как закончат. Присоединяйтесь. Нам интересно, тут будет момент, когда Семен вернется в будущее и будет искать инфу об Ольге Дмитриевне. Я бы искал, если бы узнал, что человек из моего времени. Я бы спросил, как бы, реальное ФИО и сказал бы, что, а я найду инфу. Мне интересно. Саша, Сергей, Пет, Сергей. Наведете порядок в мастерской непонятную постройку с падающим бочонком ликвидировать. Метропы пенсионеров не нужны. Так, а, постой, почему ты не придешь дальше? Женя в библиотеку. Еще вчера навела порядок. Очень хорошо, что еще? Автобус отбывает в полдень свои вещи, сложить сумки, все проверить, лагерь имущества. Лагерное имущество на память не увозить. И постельный берет свернуть и оставить на кроватях. Блин, как будто из поезда выходишь. Знаете, вот эти поезда дальнего следования, где там вещи и все остальное. И тебя просят эти кровати сдать еще. Хотя, насколько я... Я, кстати, читал условия, что, в принципе, ты можешь не сдавать кровать. Ты можешь оставить ее как есть. И это проводник должен собирать. Вроде бы. И... Ну, лучше, конечно, сдать. Я сдаю. Если в домиках остаются казенные чашки-ложки, выложите их на видное место. Мы с Натальей потом соберем. Дополнительная мотивация для вас. Те, кто закончат первыми без замечаний, смогут выбрать места в автобусе. Остальные сядут, где придется. Опоздавшие отправятся пешком. Вопросы есть? Вопросов нет. Как всегда, вопросов... Как говорится, у матросов нету папиросов. Она энергично дунула в свисток. Лучше бы дунула в мой свисток. Это было бы интереснее. Захлопала в ладоши. Побежали, побежали. Время пришло. Блядь. Оно вылетело. Заебись. Офигенно поиграл, блин, в БЛ. Жиза, да? Вот ты играешь, и у тебя просто такой... Вылет. До свидания. Ну, ладно. Перезапуск. Ну, мне не привыкать. Шо? Мне не привыкать. Шо? Нервная ширинка пенсионеров быстро разошлась по домикам. Ну, ширинка быстро разошлась, сказал Ольга Дмитриевна. Разделась. Ольга повернулась ко мне и уже нормальным голосом, не лесбийским, добавила. Как старые добрые времена. Как в 2018-м! Не, ну такой командир пропадает. Да ничего, так я побежал. А вас, товарищи, не здешние. Я попрошу остаться. Серьезные вещи обсуждать будем. А мус-клуб? Семен, Мико никуда не денется. А у нас с тобой надо что-то делать. Сначала вещи. Какие? Вот твои, пошли в дом. То есть я типа вернусь в реал, да? Все-таки будет возврат. Мы зашли в домик. Ты ведь приехал без вещей, да? Ну, как будто вы не знаете. Всякое бывает. Может, спрятал где-нибудь. Но здесь один не местный. Назывался я выживальщик. Не знаю, что это такое. Но вместо того, чтобы зайти в логичный сбор, так как все нормальные люди, украв одежду из склада, зарол свою вещь под забором, переоделся и постарался смешаться с отрядом. Удачно? Почти два дня я не могла понять, куда девается лишняя порция столовой. Ведь смешался бы, но его сгубило любопытство. Этот самый пронырый влез в админкорпус и гвоздем открыл директорский сейф. Документы, наверное, искал. А там у электрика лежала в бутылке посольской, водке и блок сигарета, так что все было под сигнализацией. Она сработала. Зончик убежал в лес, вывихнул плечо, чтобы пролезть в узкую форточку и неделю працан в старом лагере, поедая ящерица, птичьи яйца. Очень сложный случай. К счастью, мы вовремя его нашли. Бывает же, не уме... Не, у меня багажа, только моя одежда. Это ты так думаешь. Ольга бросила накрывать темную спортивную сумку и расстегнуть ту молнию. Ты лежал в какая-то одежда. Вот, это тебе на первое время. Не ходишь же тебе в зимнем пальто, правда? Прощальный подарок от лагеря? Вожатая серьезно посмотрела на меня, огляделась по столам, потом рассмеялась и укачала головой. Еще чего? Это прощальный подарок от меня. Комашина ездила в город, попросила подругу купить кое-что. Одни убытки от тебя. Она улыбнулась. Простите, а много потратили? Рублей 70. Не волнуйся, не обиднее. В лагере деньги тратить некуда. А там, следующее, зарплату получил. СПС, чел. На здоровье вещи бы все равно появились. Здесь все устраивается, так или иначе. Хотя иначе бывает по-всякому. Лучше решим все сами. Я задал вопрос, который не давал мне покоя всю последнюю неделю. Ольга Дмитриевна, а что дальше? В смысле? Дальше паковать вещи и убирать москву. Дальше. Куда я поеду? И что мне там делать? Понятия не имею. Я думал, вы знаете все и про всех. Упаси боже, во сне ты не исчез, и остальные могут тебя видеть. Значит, еще ничего не кончилось, так что вот тебе подъем. Она протянула мне фиолетовую бумажку с профилем Ленина. 25 рублей хватит, чтобы жить пару недель. А вот это мой адрес. Вожатая быстро написала что-то на листке. Если на стоянке к тебе не бросить незнакомые люди, к часу нуля ты приехал, а родители Мику не пригласят тебя пожить у них, то поедешь на этот адрес. Поживешь в моей квартире, а потом, когда я приеду, мы что-нибудь придумаем. Ночевать на вокзале не рекомендую. В гостинице тебя, сам понимаешь, не поселят. Мало еще. Можешь, конечно, разбить стекло в магазине, и ты перечиваешь в милицию, но я советую мой вариант. Для чего возьмешь у моей соседки? Ее зовут Вера Семеновна. И что я ей скажу? Что ты мой любовник, очевидно же. Ну давай. То есть Милфа завела себе, скажем так, молодого любовника. О май гад. Ну давай. Молодой любовник. Ну давай. Ну давай. Что? Надо же, как бы краснел. Скажешь, что мой племянник из, не знаю, из Луши какой-нибудь. Например, из Саратова. Саратов нормальный город. Ты что, нормальный город? Что ты на Саратов быкуешь, да? Почему автор моды быкует на Саратов? На самом деле я... Так, Саратов это южнее Самары, да? По-моему, да. Кто знает, где... Ребят, кто-то знает вообще, где находится Саратов? Я согласен, это глушь. Никто... То есть я очень смутно представляю, где находится Саратов, например. То есть я слышал про этот город, но... Но где он, я не уверен. Приходит незнакомый парень без документов и просит ключ от соседской квартиры. Я бы милицию вызвал. Правильно рассуждаешь, поэтому вот тебе и свидетельство о рождении. О, новый предмет. СССР. Свидетельство о рождении. О, май гад был. Она протянула мне зеленую княженцу с гербом ССР. Я тут же уставился в нее и скривился, увидев фамилию. Если этот лагерь разумный, то чувство юмора у него отвратительное. Но откуда оно? Из ящика стола. Она шла примерно в день твоего приезда. Да откуда ты взялась? Вот так, из воздуха? Я, конечно, не уверен, но думаю, его подбросила Юля. Почему именно Юля? Элементарно. Вац, на отпечатке, басыкнук на подоконнике, это раз пропажа, в альянке из аптечки, это два. Кто же еще? Твою мать, алкоголичка взяла бухло. Я снова перечитал фамилию, втайне надеясь, что она изменилась. Шутка вполне в духе моего двойника. Джинсы двойника! Если бы я захотел подшутить на прощание, то сочинил бы что-то в этом духе. Потертые курочки свидетельства обещали новую жизнь. И внутри внушали странное ощущение спокойствия. Как будто, сука, блин, на черном рынке купил документы, чтобы жить новой жизнью. Кому-то кто-то подошел и пообещал, ты останешься с Мику, не волнуйся. Наверное, я берег рад душе. В общем, фамилию другую. Вам все равно, мне всю жизнь ей мучатся. Слушай, ты долго носом будешь вертеть лопать, что дают? Женишься на миг, возьмешь ее фамилию, вот тебе лишний стимул за нее держаться. А в Савке можно было так менять фамилию? Или я просто не знаю, какие правила были? Сейчас ты знаешь, сейчас можно как угодно. Как будто мне нужны какие-то стимулы. Кстати, я так и не узнал, какая же у нее фамилия. Если папина, то еще одна, если мамина, наверное, кажется, что-нибудь заковыристая и японская. Постой, у нее же наоборот, папа японец, а мама русская. Или... Так, я запутался. Так, орлики. Я, кстати, вспомнил, что от фамилии у нас в городе, вот знаете, есть мандариновый гусь. Так вот, есть мандариновая гусянда. И там есть акция такая, что, типа, если у тебя гусиная фамилия, то тогда тебе будет скидка 20%, или там 40%, не помню. А если у тебя гусиная... Если ты в паспорте сменишь имя на гусь мандариновый, реально, вот есть такая акция, сменишь имя на гусь мандариновый, то ты целый год можешь есть бесплатно. Не уверен, кончилась ли эта акция, но, как я понимаю, никто имя не сменил. Ну, наверное. Хотя, знаете, я бы это попробовал. Мне кажется, это забавный эксперимент. Типа, на гусь смените имя и фамилию, и ходите в мандариновый гусь есть бесплатно, потому что меню у них достаточно большое. То есть, ну, это было бы шикарно. Представьте, приходишь, ты ешь все, что хочешь, и бесплатно. Просто за смену имени и фамилии. То есть, о еде париться больше вообще не надо. Ладно, давайте убираться. Еще чего. У меня здесь, знаешь ли, кое-какие вещицы, которые тебе видеть не положено. Так что принеси ведро воды и можешь идти в мускул. Вещицы это какие же. Чего? Где-то я уже отслышал. Ведро воды здесь стандартная валюта. Сбегав за водой, я быстро посмотрел купленные Ольгой вещички. Джинсы, рубашки, кеды. Если я в поездку надену джинс, мне не пришлют аморальное поведение и урон облику советского пенсионера. Нет, что за глупая идея. Вот свариться можешь, а так на сильно здоровье. И с рубашкой будет нормально. Нет, вы посмотрите на этого жмота. Четыре недели я его кормлю, пою и воспитываю. Купила полный чемодан надежды, он испортил две рубашки и пытается украсть третью. Ладно, ладно. Я шучу, не выделяйся, пока не сойдешь с автобуса. Дальше справляйся, как знаешь. А до отъезда из лагеря я с тобой присматриваю. А, СПС, чел, ты... Ну, здоровье. Ну, беги быстрее, времени мало. Сейчас в твои глаза смотрели по-матерински тепло. На секунду мне показалось, что она куда старше, чем хочет казаться. Но очень быстро иллюзия исчезла. Знаешь, за что я обожаю эту часть смены? А, за что? За то, что завтра вас всех здесь не будет. Цинично как-то звучит. Я вот как чувствовал, что вы только притворяетесь, хороший. Только протянула руку и взъерошила мне волосы. А, наконец-то раскусил. Все, пошел, пошел, пошел. Она энергично хлопнула в ладоши и вытолкала меня из пожилого домика. Девчонки уже поджидали меня у клубешника, но внутренне спешили. Опаньки, девоньки. Мне очень нравится, кстати, эта футболка на Алисе. Сразу видно сиськи большие. Вот именно в этой футболке. Они даже, даже лифчик немножко проглядывается, как будто черный кружевной. Понимаете? Глаз-алмаз. Это я один это вижу? Или не только? Уверен? Я уверен, что другие извращенцы и пошельки из нашего пошленького отряда тоже это видят. Ага, вот он. Сеня, ты уже собрался? Я же говорила, что вчера был не последний раз. Да? Просто она к чему говорит, что, типа, последний раз в москлубе или что? Я не уловил. Я шагнул через порог и остановил Орлика. Сколько всего случилось? Эх, воспоминания. Обожаю. Вчера, разбирая музяку, мы бросили вещи, куда придется. Так что теперь предстояло распутать зменный клубок кабелей. Навести здесь подобие, порядки. Вот кабели распутывать самое тухлое. Вот сматывать и распутывать. А где матрасы? Вернулись на вещевой склад. Где же еще? Хотела найти тех двоих, которые их побросали, но и как сквозь землю провались. Ни разу их больше не видела. Мико, а как они выглядели? Ну, что такое спрашиваешь? Три недели ведь прошло. Она нахмыливается, вспоминая. Один лохматый, такой на тебя очень похож. Еще когда тебя увидел, подумал, что это ты вернулся. В смысле, он вернулся. Только у него волосы, короче, были и идет по-другому. И рожа постоянно кончил, странная. Ага, так это Сенька построил, только непонятно зачем. А второй мелкий, вот как Ульяна. Чего? Ты сейчас на что намекаешь? А, понятно, это, короче, были, они ебались, вот это Юля с пионером, там, хе-хе, чпекались. Чпекс был, чпекс. Чпекс! Чего? Ты сейчас на что намекаешь? Ни на что? Я еще подумал, что это девочка, он сам был маленький, голос такой тонкий. Он еще лицо все время прятал по нам, чуть ли не до плечи стянул. Точно, мулька! Нееет! Нет, ну нет, как говорится, нет, это пидора ответ. Да, ответ пионера. Нет, нет, у того волосы были темные, Ульяна, конечно, могла успеть перепокрасть, а потом обратно или парик, но нет, не может такого быть, и вообще, они же в другом месте были. Так, ну давай. Как говорится, ну давай. Я, я скорчил улыбочку. Это вполне в духе Мика, не узнать меня через 5 минут, после общения с моим двойником. Джинсы двойника, хотя тогда я был для нее одним из толпы. Кто мог представить, что все так сильно изменится? Кто мог представить, что это будет Микурут? All over again. Товарищи музыцанты, если кто-то надеет, что ползом себя помоет, то зря. Может будем начинать? Не хочу в спортивки домой ехать, мне еще переодеться надо. Спортивки Абубас. Орлы, плюс чат, кто хочет спортивку Абубас себе. Ой, кого ты обманываешь, так ведь и поедешь. Это не стрим, если что, ребят, это не запись стрима, я знаю, вы уже посмотрите, скажете, плюс чат, ой, явно запись стрима. Но нет, это просто, ну, у меня, что-то, не знаю, все время привычка теперь говорить, плюс чат. При любых обстоятельствах, понимаешь, что бы ни случилось, Орлы, плюс чат, плюс чат, орлики, плюс чат, плюс чат, чат, плюс чат, плюс чат, плюс чат, не сосуй. Ой, кого ты обманываешь, так ведь и поедешь. Не умничай, хочу, чтобы в следующей смене спрашиваешь, что за хрюшки тут репетировали. Ой, то есть не хочу. Ой, пиздец, а что случилось? Ульяна топнула ногой, нечаянно опрокинула ведро с водой, мыльная пена тут же растеклась по полу. Все, нам пиздец, ребят, уволят. И это, видимо, это были звуки пиздеца, которые непередаваемы текстом. Алиса выдала непередаваемую игру слов, щедро сдобренную между метями, и бросилась поднимать с полунотные тетради, кабели и тапочки. В общем, сматерилась жестко. Ульяна тут же бросилась на помощь, а мы с Микуськой, так сказать, ухватили тряпки и принялись устранять наводнение. О май гад, это крэйзи, крэйзи, это крэйзи. Вскоре на досках стало можно лежать, как на палубе партика после большой флотской уборки. Это был Яненкий секретный прием. Неподражаемые руки-крюки. Тогда уже ноги. Я не тяйна, хватит, ну, детей, ну, скажи ты. Смотри с хорошей стороны, так мы до вечера бы, ну, собирались. Ну, кстати, чистая правда отчасти-то получается, наверное. Вот, точно. Мику провела пальцем по так называемому роялю. Тронула так называемые струни, стоявшие рядом так называемой гитары. Можно по чайку, но на дорожку. Чашка в руках так называемой Ульяны мотивировалась словно из ниоткуда. Да! По-моему, Бастун так радуется, как будто мы, скажем так, бухаем. Да! Нет, скоро ехать, сейчас напишите, что я потом автобус будет каждый 10 минут останавливаться, потому что она будет хотеть писать, она будет хотеть писать. Приедем тогда вечером соберешься и сходим куда-нибудь. Она будет хотеть ссадь, ссадься, ссадься. И такая музыка умиротворяющая. Наконец, последняя нота отекрать легла на полку, последняя пылинка смахнутая тряпкой, шторы задернуты, чтобы яркий солнечный свит не портил. Лак на инструментах. На инструментах, да, чашки вымыты, струны на гитаре отпущены, барабаны и рояль расчехлены, так сказать. Сделана еще куча необязательных мелочей. Такая музыка, как будто все, ребят, как будто меня на похороны несут. Никому не хотелось уходить отсюда, но время пришло. Действительно. Мы вышли из клубешника, я аккуратно закрыл дверь и отошел, так сказать, в сторону. Казалось бы, что могло пойти не так, да. Мику посмотрела на ключ и вздохнула. Вот и все. Как руководитель музыкального клуба объявляю текущий состав участников распущенным. Ух, какой у нас распущенный состав получается. Алис, ты слышишь, она меня распущенной назвала. Мой прикол, да? Здесь родилась наша группа. Ее история была недолгой, но яркой. Мы репетировали, готовили. Здесь мы праздновали удачное завершение концерта и... Она смутилась и посмотрела на меня, так сказать. Я знал, о чем она, так сказать, думала. Здесь мы с Мику нашли друг дружку. В этих стенах наша дружба стала симпатия, симпатия, любовь, а потом, как называется, то чувство, когда понимаешь, что не сможешь жить без своей второй половинки. Наверняка, этому есть название, мне еще предстоит его найти. Мику молчала, так что я обнял ее и закончил фразу. И теперь, когда все в жопе, нам всем немножко грустно. Но это не беда, что закончится. Что-то кончает, а что-то начинает. И мы обязательно всем вам тоже. Действительно. Ой, а ты как будто прощаешься сбежать надумал. Не дождешься. Ха-ха, не дождешься. Ха-би. 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 Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Мику шмыгнула носом, коснулась уголка глаз и протекспросила. Девочки, дайте ключ от клуба, пожалуйста. Это стало ключи из так называемого кармана. Алиса с Ульяной тоже протянули мне свои. То есть мы отдаем ключи, ребят. Это прощание. Это как Бэтмен навсегда. Такая грустная музыка. А сейчас у меня сейчас потекет, ребята. Мне сейчас обидно станет очень сильно. Мику постаралась собрать их на кольцо. Но они были тугим. Оно было, так сказать, тугим. Понимаешь, тугое кольцо. И не поддавались. Тугое, так называемое, кольцо. Давай я, чел. Чел, давай. Немного повозившись, я позвенел получившийся связ ключ Алисы, ключ Ульяны. Впервые за три, впервые за три недели они собрались вместе. Как знать, может и им тоже есть о чем поговорить. Да шо там хаварить? Совсем как мы вчетвером, да? Есть в этом что-то символическое. Когда парочка встречается, они, пришествую, именно на замке вешают его куда-нибудь на мост или на забор, а ключ выбрасывают в воду, чтобы с глаз долой и с сердца вен. Я не понял, это к чему вообще? Ой, постой, я что-то прочел стрёмно, ну ладно. К тому, к тому, что мы его горем, очевидно же. Кстати, ну немножко как бы, может быть, как бы, понимаешь, в каждой шутке есть доля хуютки, ну вы знаете, да? Сеня, я пока не готова к такому? Тебе что, мало меня? Ну понимаете, у него это, сперматоксикоз, гиперсексуальная активность, поэтому естественно ему мало. Молодому растущему организму нужно много, если вы понимаете, о чём я? Да, да, да. Она старательно изображала обиду, но её глаза светились теплом и любовью. Ради того, чтобы на тебя смотрели таким взглядом, стоило проболиться в прошлое, сменить внешность, изображать пионера, стать другим челиком. Я лопнулся и развеял подозрения вокруг. Я развеял его, как в море корабли развивают паруса. Ахуй, ахуй, ой, здравствуйте. Ну у вас, я имел в виду, что наши ключи все вместе, на одном кольце, не разделить, совсем как наша с вами дружба и, блин, в голове всё это звучало не так глупо, ладно, давайте запирать. Да, уж торжественные речи явно не твоё, но я понимаю, что ты имел в виду. Я чувствую то же самое. И не вздумай потеряться, у меня большие планы на тебя, как на басиста. Сыграем на выпускном и в этот раз с вокалом я тут... Она смутилась, написала кое-что. Но на концерте оно было не к месту. Ух ты, ты всё-таки себе преднабралась смелости и покажешь свои стихи. У нас тут какой-то уже литературный клуб Док-Док, получается, с этими стихами вашими. Поверить не могу, но когда приедем, я посмотрю, как их на музыку наложить. Обещаю. Так если кто-то смеётся, я ему нос сломаю. Понятно? Алиса смотрела на меня. Неужели ей так важно моё мнение? Я улыбнулся ей. Сейчас не успеем. Дашь почитать, пока будем ехать? Я подумаю, посмотрим на твое поведение. Нет, что-то наушники странно давят. Меня больше тут давить начинает странно. Хотя может от того, что я не выспался, я просто стал чувствительным. Как мне говорил Дизи Игл, ну понимаешь, на меня дунуть всё, развалюсь. Мику мягко накрыла мою руку своей и мы вместе повернули ключ на второй оборот. В последний раз. В предпоследней. В смысле? Алис там свою гитару оставил домашнюю. Японский магнитофон. Сенька, это всё ты? Развёл тут прощальную речь. Я ещё думаю, что-то должно быть в руках. Это зараза мелкая. Всё видела и молчала. А вот суть отвесила у Ильянки под затыльник. Ай, меня ты за что? Почему не сказала? Семён Смеку такую речь толкнули, я не могла их приврать. Ну да, это реально было бы стрёмно, если бы она сказала, типа, ой, там гитара осталась. Мне казалось, что от мы до блеска круг радостно вздохнул, когда мы снова вошли под его крышу. Иллюзия, конечно. Просто лёгкий сквозняк колыхнул шторы. Алис торопливо упаковала гитару в чехил, другую белую с синим устроила в подставке. Зачем две гитары-то, блин? Заправила между струн один из своих медиаторов. Повернувшись, там она пояснила. Их никогда не хватает. Пусть кому-то выйдет подарок. А, я думал, это у неё две гитары, типа, она две гитары привезла. И казалось бы, зачем? Если одну вдруг на стриме случайно разъебёт, второй раз мы уже не прощались с клуба, не говорите трогательных речей. Это всегда так, знаешь, когда ты попрощался уже второй раз, как бы, куда деваться. Просто запрели замок, подёргали дверь и поспешили по своим домикам. До отъезда оставалось всего нихуя. Вожатых в домике не было, так что я быстро собрал все свои вещи и поспешил к домику Мику. Конечно же, она была ещё там. И, конечно же, всё ещё собирала по углам домика разбросанных где и как попало. Расчёски, тапочки, мыльницу, будильник в форме котика и прочую девичью мелочёвку. Лены в домике уже не было, как и её вещей. Наверное, она догадалась, что я предотактично оставил нас с веком вдвоём. Ленка умная, хотя мы с ней сосались, если вы не забыли. Мы с Ленкой сосались в начале игры. Помните? Помните девушку в парике загадочную? Это же Лена была, а там раскрылось это в итоге по сюжету. Не все, как бы, не все заметят этот момент. Только для избранных самых внимательных. О, я вернулся. Лены в домике уже не было, как и её вещей. Да, но она нас оставила. Ой, новый костюм. Это же тот самый из воспоминаний. Мы его уже видели. Ой, ты уже? А я вот столько вещей... Надо было, конечно, со вчера начать сборы, но этот концерт, а потом вечером было... Ну, некогда. Она густо, покрасиво, посмотрела на меня. А, в тот день мы, скажем так... Я помню, мы в тот день вроде как занимались Кикисом. Виноват, кругом виноват. Да, да, я как всегда виноват. Да, да, кого я виноват? Да, может, ты виноват? А может, мы все виноваты? Виноват, кругом виноват. Ну, раз я же не дал тебе выспаться, давай помогу со сборами, что ли. И чё-то пошло не так. Вдвоём мы быстро уложили вещи в сумочку. Вот и всё. Как будто нас здесь и не было. Больше не выйдет нашей группы, не будет лагеря. Нет, ну он-то будет, только мы в него уже не вернёмся. Страшно тяжело. Расстались мы с модом. Булки Кипер. С одной стороны, грустно расставаться с этим модом, а с другой, расставшись с ним, мы откроем дорогу новому, потому что, ну, блин, два года дрочить мод, это, конечно, да. Это, конечно, только Евген так может. Я в последний раз так себя чувствовал, когда мы уезжали из Японии. Только тогда я была маленькой, мне было интересно, что там за океаном, а сейчас... Да-да, знаешь, когда уезжаешь впервые из своего села и думаешь, блин, чё там за пределами. Знаешь, в детстве тогда у меня была мысль, что всё-таки реально живём в Матрице, что, типа, выехать за пределы не получится, потому что что-то случится, типа, что я никогда не смогу выехать за пределы города, потому что, знаешь, как Матрица, и я не знаю, что-то произойдёт, и я не смогу выехать. То есть мне и на атаке казалось, у меня были такие мысли, вот когда... А нет-нет, когда я в первый раз уезжал учиться, вот и когда я уехал, это было... Ну, знаешь, это круто, это круто, когда ты можешь поехать в другую страну, где всё по-другому, даже в другой язык. Это круто, мне этого не хватает. Мне очень не хочется отсюда уезжать, и потом... Мику прижалась ко мне и продолжила. Здесь у меня есть ты, я знаю, что и потом ты никуда не денешься, но ка мы уедем, всё уже будет по-другому, наверное. Если бы могла, я бы остава здесь подольше. Кому что? Кто-то хочет идти, кто-то обосраться. Ка мы покинем лагерёк, возврата средств на карту Тинькофф не будет, говорила вожатая. Милая, ну что за грустные мысли? Всё только начинается. А ещё... Как там? Есть песни, по-моему, всё только начинается, всё только начинается. Как-то так. Я обнял её, поцеловал и отобрал суку. Пошли. Значит, автобус уедет. А, сумку отобрал. Я думал, я её суку отобрал. Уедет без нас, это твоё желание исполнится, только не уверен, что нас здесь будут кормить. Это же не элитный самолёт, это не бизнес-класс. На полпотек остановки Мику вдруг остановилась. Я, кстати, хочу остановиться, потому что у меня зубы заточились, вот здесь задние, они мне язык кусают, и мне немножко тяжело читать. Эх, ну давай. Я совсем забила. Вернёмся, время есть. Нет, я не в том смысле, ничего не взяла на память. Трук и вес план. Рульяна собирала ракушек, Алиса пластинку откладывала. Я всё откладывала, думала, что времени ещё полно. И музыка миленькая. Она хочет моменту, понимаете, моменту, то есть предмет, вызывающий воспоминания. Трук и вес план. А, так, они уже всё увезли. Откладывала, времени ещё полно, и вот никаких сувениров. Я шутливо обнял, её обиженным тоном поинтересовался. А я, значит, на роль сувениров не подхожу. Кстати говоря, да, она же меня с собой возит. Правда, я потом это исчезну, скорее всего, я же в свой мир попаду. Просто это логичная концовка. Я бы не поверил, если бы Семён остался в этой реальности. Просто, ну, я в это не верю. Всё, вот как хотите, я в это верить отказываюсь. Ну, прекрати. Извините, у меня что-то липкое в горле застряло. Саша, это ты виноват в этом? Нет, Евген, я хорошая, ничего не делал. Ладно, сегодня мы тебе доверимся. Она улыбнулась и попыталась освободить Орлика. Ты не сувенир, ты мой любимый. А надо что-то такое, чтобы на полочку поставить и вспоминать об этом лете. Вот только что, даже фотография не получилась. Ульянка плёнку засветила. Ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Я огляделся на появление сувениров киосков, где можно купить чашку с фотографией лагеря, ручку или значок. Осталось ещё добрых 20 лет. Даже завалявшегося карманного календарика. Я календарь переверну и снова третья дрочебря. Как есть месяц, месяц, например, ноябрь, да, не бритябрь, и есть декабрь, то есть дрочабрь. То есть месяц, который ты... Не важно, даже завалявшегося из карманного календарика. Идея отодрать... У меня не есть ассоциация с этим словом. Идея отодрать дверь, ручку. То есть он хотел засунуть свой писюн в дверь, вот эту щёлочку. Я понял, у Семёна Микро. Или табличку с номером домика я отверг сразу. Вот! Я осторожно собрал яркий, вьющийся цветок и протянул Микузьки. Ну он же завянет. Станет вялым, ты хочешь сказать. Вялый, да? Положишь его в книжку, он там высохнет. Потом так, элитные орлы. Вы знаете, какой смайлик использовать в этих ситуациях в комментариях. Тайм-код плюс смайлик, чтобы все думали, блин, а чё ж там вялое такое было? Я напряг память, вспоминаю, что там делают дальше. Потом зажмём её между двух сисек, найдём красивую подставочку и аккуратно подпишем. Пионерлагерь Драчонок. 1900-а... Так, какой год? Ой, как всё запущено. И ты туда же. Не скажи, пусть будет для тебя сюрпризом. Сука, почему нельзя сказать год? Бесите, блин. Бесишь меня. Бесишь меня. Ладно. Только книжки у меня нет. Не страшно, у меня есть тетруть. Я открыл общую тетруть с табулатурами. Она уже легла, слегка поистрепалась. Последние три недельки у неё была нелёгкая жизнь. Надёжно устроив цветок между табулатур, я положил тетрадку в сумку и как бы с надеждой там тям-тярямкнул. Я не поняла, это кому сувенир? Мне или тебе? Тебе? Тогда отдавай. Потом, когда приедем, всё отдам. Вот ты какой жадный. Не ожидала, не ожидала, не предполагала. Она улыбнулась, сорвав ещё один цветок и устроила его в волосах отряд. Не заметил потери борца. Вся изгородь была густо усеяна такими же сперриками и хватило бы на десяток влюблённых пар. Нравится? Блин, это как момент с цветком из Final Fantasy 7, который надо было проходить на стриме, но я зачем-то снимал пожилую видеву. Ладно, красота. Только в автобус лучше в руках занеся, а то вдруг Алямба ругаться будет. Договорились. Ну, давай. Казалось бы, что может пойти не так, да? На стоянке сегодня было шумно и мнохолюдно. Наш отряд собрался у знакомого автобуса. Девчонки утащили Мику в сторону и спорили, кто куда сядет. Я остался один на один с вожаткой. Предстоящая посадка в автобус заставляла мой орлик нервничать. Я бы предпочёл этого не делать. Мутный он какой-то. Сначала загадочным образом превратился из лязовый карус, в этих сумерках. Ну, блин, мы сели на тот автобус, но что-то пошло не так, видимо, потому что я очень-очень хотел остаться. А ещё во сне он явно жульничал в карте. Одним словом, никакого доверия к этому автобусу у меня не было. Ну, что за кислое лицо? Как будто в армию едешь. Мне страшно. А вдруг я сяду и исчезну? Иначе никак? Никак. Она похлопала по борту автобуса. Но вот показывает, что обычно вы исчезаете во сне. Так что, думаю, никуда ты не денешься. Неубедительно. Уж как есть. К тому же, тебя перестали бы замечать и помнить. А девчонки, вон, бросают на тебя злые взгляды. Так что, злые, ревнивые взгляды. Вот так что, как бы сказал Андрюша, хуй мне в уши, ты всё ещё принадлежишь к этой объективной реальности, данной нам в ощущениях. Постойте, что это за Андрей? Андрей, который писюн бобрей. Она принесла это таким деловым тоном, что я не выдержал и сделал ха-ха. А Лиза стояла возле своей огромной ха-ха Ты меня слушай, а не сумасшедших признаков. Так что, убери эту несчастную мордочку и садись в автобус. А то он едет без тебя и придётся их догонять. Будет как во сне, когда Мик убежал за автобусом. Зачем бегом? Я тебе велосипед дам. Это вот тот, который возле домика. Да-да, он самый детский, конечно, но другого нет. Я представился, как бы чуть за автобусом на другом складном салюте, раздевая коленками подбородок. А из-за стекла автобуса Мико смотрит меня, отчаянно пытается не упасть с осмеху. То есть, понимаешь, она должна была бы расстроиться, но она будет падать с осмехом. А остальные пенсионеры просто делают ржембы, не стесняясь, указывают пальцы, видимо, ааа, долбаёв. А если боковые окна открыты, то ещё и кричат. Жми, быстрее, челты. Нет, давай без велосипедов, а я пошёл. Погоди, телефонный отрас свой непонятный одежда, в который приехал вещи из карманов? Вроде бы нет. Проверь ещё раз, сюда не возвращаются, если ты не вожатый, конечно. Что вы не говорили? Я много чего не говорил и много чего не скажу. Уедешь, пути назад не выйдет. Просто не найдёшь поворота в шоссе, как будто и не было никогда. Но хватит разговоров, мне вас нужно ещё по головам пересчитать и вообще. Не вообще, ну давай. Ольга Дмитриевна достава из кармана свисток, и от души в него дунула. Лучше бы она подула в мой свисток, мой кожистый свисток. Орлы пищат, то хотел бы кожистый свисток подуть. Ой, то есть, это, чтобы Ольга Дмитриевна подула, а то я что-то не то сказал. Завладев вниманием пенсионеров, вожата сказала, ясно, сейчас кто-то скажет, ясно, гейок. Я не, я не из них, я не из них, я не хайок. Я не хайок, я норм, чел. Нет, не сказала. Скомандовала. Отряд, золь, бордюры, шеренгу, становись. Я снова задумался, кем же она была до лагеря. Идём, в голову, приходи, идеи в голову, приходи самые разные. Возможно, она была сержантом каким-нибудь в армейке. Ну, вполне возможно. Поставив отец в какой-то подобной линии, Ольга окинула взгляд на своих подопечных, так сказать. Ну что, товарищи пенсионеры, кажется, ваш отец здесь подходит к концу. Жертвы разрушений нет. Она выразительно посмотрела на шоу Рэмбу и улыбнулась. Практически нет. Практически нет, учитывая всё, что случилось за последние дни, включая шторм, приезд комиссии, визит на странах гостей, считая совершенно успешной. Лично я горжусь тем, как вы справились со всеми трудностями, которые сами себе героически создали. Я рада была провести с вами эти дни. Надеюсь, что вы тоже отдохнули, набрали сил, завели новых другалей. Другалей. И хотел бы увидеть вас всех здесь следующим летом. Они слишком взрослые, они уже не смогут приехать в лагерь. По-моему. Ну и дважды, понимаешь, дважды в этот лагерь не заезжают. Тут с вещами на выход. Но пока сделайте одолжение, доберитесь до города без приключений и доставляйте хлопаться провождающим, ладно? А разве вы с нами не поедете? Ольга Лубновась покачала голову. Я вижу Ник Славе и, ну, в чате, то есть, в комментариях, то есть, блядь, в тексте. И все время думаю, что, блин, хочу пройти тот мод все-таки, где орден Савенка там и прославил. Потому что офигенный мод, блин, ну, оставил ему и обидно. Нет, я останусь здесь. Скоро следует час Дмина и все должно быть готово к их приезду. Но эти остальные вожатые едут, вот они за вами и присмотрят. Если отдельные пионерки не станут захватывать автобус, прыгать из окна и закрывать глаза водителю? Да, Ульяна? Нет, ну, а почему сразу Ульяна? ТПС-ка завершится без приключений, а пока все. Она иожиданно взбахнула рукой, отсалютовав. Пенсионеры ответили и тем же. И даже я, хотя иногда я никогда не был на пенсионерских линейках. Наверное, он должен был выглядеть комично, но я не выглядел. Все, спасибо, все свободно. А теперь организованный толпой? Я сказала, организованной. Мы идем в бассейн с автобусом, то есть с водой ваши ряды в задней части автобуса по обе стороны. Тяжелые сумки ставим под ноги и отдаем багажное отделение наверх, только легкие. Обивку сидений не пачкаем, в автобусе не какать. Если кто-то чувствует, что надо посетить уединенное белокаменное строение, сделайте это сейчас. Блин, я вчера посещал буквально каждые 40 минут. Отряд разойтись. Кто-то привелся перекладывать сумки вниз, девчонки окружают аля, чтобы попрощаться с отташок. Друзья, мы из других отрядов. Да блин, ну же компихают, вся тянки там прощаются с учителями в школе, плачут. А мужики такие, ааа, когда Балтик пойдем пить? Я уверен, на выпускном в школе типикал, то есть все мужики такие, типа, ааа, когда Балтика. Я свой выпускной в школе вообще не помню, по-моему, я уехал перед выпускным, потому что у нас выпускной был через месяц после школы, это было дико неудобно, то есть, по-моему, был какой-то мини-выпускной, когда прям закончился учебный год, там было так, что результаты экзаменов приходят не сразу, там я не помню, в общем какая-то фигня была, и у меня выпускной был чуть ли не через месяц после окончания школы, там половина народа уехала, но чуваки, которые жили на районе, они, конечно, остались, и они там выпустились, а я не выпустился, поэтому... или выпустился. Да, короче, по-моему, я был на мини-выпускном, оно нормально, я, блядь, уехал, ну, потому что уже уехал, уехал, а я к Лизе-то поехал, да, из школы, так, а что было дальше? На выпускной из в универе тоже не попал, понимаете, я два выпускных, два выпускных своей жизни пропустил, даже, наверное, три, первый в 11 классе, а нет, вот, по-моему, в 11 классе я не пропустил, в 13 классе пропустил, в универе пропустил, а больше у меня их и не было, Мика помогала Алисе устроить гитарку на багажной полке и привязывать инструменты милыми синими ленточками, вожатая тепло улыбнулась и показала мне на дверь автобуса, Мику ждет, иди давай, я у него что-то спросить, но Ольга уже смотрела поверх моего плеча, Шурик, куда ты тащишь радио, оно же клубное, что значит, это я привез, вижу инвентарный номер, как-то поставили по ошибке, кто, завхоз, точно, все, все, не надо инструкцию искать, я верю, под ногами вертелся пират и терся обою штанину, в тот момент, когда Шурик пытался ограбить саменок, я знал, что Шурик хитрый лис, я наклонился он умеет мяукать, кот важный мявукнул, он кит, ты лагерь мав, то ли соглашаюсь, то ли требует чего-то вкусного, естественно, он требует налог на, налог на котиков, он требует, чтобы ему дали гурмакорм, я последний раз оглянулся на ворота лагеря, эх, эх, Семенчилл в автобус попал, собенок, с кучей тянок, у меня такое хорошее настроение, вообще сейчас не могу взять и загрустить из-за эпилога, я понимаю, что сейчас все кончина, да, что-то кончается, а что-то начинается, но твою, я не могу сейчас взять и загрустить, понимаете, и больше уже не смотрел в зад, новый незнакомый мир, новое будущее, видимо новое пошлое, которому еще предстоит привыкать и в которое придется вживаться, необходимо сделать шаг вперед пугало, но там в конце пути меня ожидало новое, с иголочки жизнь, почему-то я был уверен, что не растрачу ее так же глупо, как ту прежнюю, помотав холовой, я покрепче выхватил сумку, поспешил к автобусу, чего гадать, мы с Микой устроились там, где нам не будет мешать нескромные взгляды попутчиков, Алису с Ульянкой заняли места напротив, в салоне стоял шум и гам, все делились впечатлениями, обменивались адресами и телефонными номерами, я смотрел на сидящую рядом Мику и не мог отвести свой ебанутый глаз, она не выдерживаясь лупкой поинтересовалась, опа, вот это арт, конечно, нет, у меня что-то наебали, нет, просто, я вздохнул, о, блин, что-то воняет потом, помыться что ли, как я объяснить, что в последние несколько дней я все время боялся, что исчезну и больше никогда ее не увижу, все слишком хорошо, так и должна быть, блин, такой милый арт, ребята, автобус мягко заурчал, бетонная ограда лагеря поплыла мимо окон и вскоре сменилась сочной зеленой лесополосой, я слева лесополоса встречаю очень часто в последнее время, я понимаю, что это не какое-то новое слово, оно, ну, обычное слово, но я встречаю его прям очень часто в последнее время, во всех песях лесополоса везде, за которой проглядывалось желтые поля подсолнухов, а почему не поля эти, пшеницы, золотистые моря пшеницы, о, да, они тоже есть, еще что-то, что городской житель вроде меня не мог распознать, потому что тупий, я коснулся, это картошка-то, бульба растет, я коснулся твердой обложки свидетельства рождения, глупо, конечно, потертая зеленая княженца, внушал, кто больше уверен, чем все обещания, данные мне вожаткой, двойником, девочкой-кошкой, джинсы двойника, какая уверенность может быть чуде, пусть уже и случившимся, а документ, документ, есть документ, если бы еще не фамилия, я хмыкнул, а в чем проблема с фамилией, какая у него там фамилия, драчинов что ли, или там дураков, ну тогда обидно, конечно, но вся может сходить в паспорт, листовый тебе перепишем, я хмыкнул мысленно, пожалуй, двойнику, пожалуй, двойнику забыть надеть куртку, что в самый пикантный момент Юлия его исцарапала, или у него отмерз хер, если, конечно, это его рук дело, а не лагеря, который может быть и не лагерь вовсе, а колония строгого режима Гуля, кстати, я слышу там что-то щелкает, и у меня такое ощущение, что мне квартиру ломают, просто в этих наушниках некоторые звуки, всякие мелкие, фоновые, выделяются очень сильно, в них даже музыку слушать очень странно, потому что ты в первую очередь слышишь фон, и во вторую основу, ну и голоса, кстати, здесь слышны очень классно, то есть в этих наушниках слушать именно вокал, или голоса там персонажей, это прям удовольствие, что же это было за место-то такое, за последние дни я узнал о нем много, и в то же время нихуя, теперь, наверное, уже никогда я не узнаю, тайна осталась, тайна, кусочек чуда я все-таки увез с собой, помолодевшая Тила, шанс начать все сначала, и любимую девушку, необыкновенная, я хочу ебаться в лесу, которая сидела рядом и улыбалась, давайте ебаться в лесополосе, Минку действительно смотрела, на меня она отчаянно боролась со сном, о, со сном, слушай, а вдруг она тоже сейчас телепортируется, вдруг сейчас будет телепирт, не выспалась? Она сладко зевнула, не выспалась, и кто в этом виноват, ты не знаешь, оба, милая, оба, два, она смущенно улыбнулась и кивнула, сейчас засну, так поспи, Ольга Дмитриевна говорила, что там ехать часа три, успеешь отдохнуть, ненавижу спать в автобусах, ты о том просыпаешься, и хочется блевать, но мы же парочка, нам положено держаться за руки, и смотреть друг на дружку, влюбленными глазами, а ты предлагаешь мне спать? Я думаю, у нас еще все вперди, ты прав, не обидишься, если я немножко посплю? Она подмигнула, я такая, страшно обижусь, и не прощу, пока не проведешь мне экскурсию по нашему чудесному городу, я подумаю потом, когда проснусь, ля, милота какая, но это, это вот, но это все, это превьюш очка, ребят, вот это превьюш очка, вот, кстати, сейчас подписка, лайк, репост, вот автоматом должна проставиться, если сейчас подписки, лайк, репосты не будет, на видосике, все, я обижу тебя, Мику показал язык, положил голову у меня на плече, и закрывал глаза, обсуждать с рыжими прошедший концерт, мне совсем не хотелось, так что я устроился поудобнее, рассматривал то, проносившиеся за окном поля, то посапывающие на моем плече любимую, какая же она милая, когда скакает, ой, то есть спит, многие девчонки жалуются на сухость кожи, нежеланный загар, но лицо Мику словно светилось изнутри, как красиво падает свет, я поправил прядку волос, упавшую на ее лицо, еще какое-то время, можно ехать и ни о чем не волновать, Орлан, дорога кончится, и что тогда? Искать квартиру Оли, если она вообще есть в природе, а если нет? Вдруг наша вожата еще один фантом, созданный этим загадочным лагером, вдруг этого адреса нет, соседка сделает удивленное лицо и скажет, что не знает никакого Ольга Дмитриевна, ну кстати, может быть и да, кто же знает, что там в перди, нужно будет как-то устраиваться, как, кем, куда, конечно Ольга обещала, он во всем этом думает, а потом будет обламамба, и он перенесется в будущее, наверняка он перенесется в будущее, и будет искать Мику, и может даже найдет ее, а у нее уже будет муж, ипотека, и пятеро детей, и три высших образования, как это обычно бывает, конечно Ольга обещала, что все будет нормалды, но обещание это одно, а перспектива ночевать на вокзале, или объяснять родителям Мику, что идти мне некуда, и что из дома я не сбегал, совсем другое, куда более реально, в лагере все было словно понарошку, и мне казалось, что в перди еще полно времени, что реальная жизнь осталась где-то позади, и такие мелочи больше не будут меня волновать, а сегодня каска заканчивается, нужно будет что-то есть, где-то жить, интересно, есть ли ККБ в этом прошлом, когда Мику проснется, может быть с ней очень серьезно поговорить, в любом случае придется рассказывать, кто я, откуда взялся, что без ее помощи, мне ни за что не справиться, я бы думаю, думаю об этом стоит рассказать в последний момент, потому что вдруг ты нарассказываешь, потом окажется, что все-таки выход есть, или в этой вселенной есть какие-то альтернативные родаки, и все такое, так как вот свидетельство о рождении же появилось из ниоткуда, так почему родители не могут появиться, вот только как начать, что-то вроде Мику, милая, любишь ли ты фантастику, и спросить, слышу ли она о путешествиях во времени, ну, фильма «Назад в будущее» в СССР явно тогда не было, хотя я, кстати, не знаю, издавался ли фильм «Назад в будущее» в СССР, я, кстати, смотрел «Назад в будущее» много раз, и это один из моих любимых фильмов, но сейчас пересматривать бы не стал, потому что, ну, знаешь, когда ты смотришь фильм уже пятый раз, ты заебываешься, милая, в кармане кое-какие вещи из моей прошлой жизни, вроде зажигалка с фонариком, телефон в конце концов, наверное, я смогу ее убедить, она любит меня и поверит в такую фантастическую историю, кстати, если зарядка телефона у тебя с собой, теоретически, его можно зарядить от обычной розетки было бы в СССР, розетки же не поменялись, то есть, теоретически, я мог взять в прошлое свой айфон, и даже мог бы им пользоваться, конечно, сигнала бы не было, до какого-то там года, пока не появится GSM-связь, ну, то есть, обычные вот эти симки, и, скорее всего, эта GSM-связь будет работать на айфоне, и с него можно будет хотя бы звонить, так что, вот, да, ну, а Wi-Fi появился в 2000 году, то есть, с 2000 года можно будет худо-бедно даже интернетом пользоваться на айфоне, а ее родители, с ними будет сложнее, появляется ухажер без дома, без родителей, несет мистическую чушь, наверное, придется поговорить с отцом, я ведь не прошу брать меня на содержание, только поверить и поддержать на первых порах, еще это подростковая внешность, если Ольга не шутила, у меня официально 16 или 17, то еще 2 года я же не смогу работать, за то, что будет ходить в школу, документы, деньги на одежду, еда и жилье, но это лучше, чем снова стать прежним, если, я не знаю, для меня, меня бы это не пугало, я бы наоборот думал, блин, а вдруг я пропаду, а вдруг, я не знаю, меня бы это не пугало, я бы подумал, что, блин, тут в лагере как-то разобрались, и там, в реале как-то разберемся, Семен стал старшим на десяток лет, обзялся щетиной, мешками под глазами и прочими атрибутами слишком следящего за собой 25-летнего мужчины, я не понял сейчас, что за набеги 25-летних мужчин, я сейчас не понял, то есть, я, у меня мешки под глазами, да, я, я не слишком следящий за собой 25-летний мужчина, ну да, я голову не помыл, а что вы хотели, что я помыл голову и видос не снял, я уверен, что вы видос хотели больше, чтобы я голову мыл, ну и что дальше, ну что, Саша, хочешь быкануть на меня, ну давай побыкуем с тобой, ну давай, игра на меня быкует, Она оскорбляет мою 25-летнюю мужчинность. Не хочу даже думать, как она реагирует. Любовь, конечно, слепа, но не настолько же. Ничего, главное, что мы вместе. Пока она рядом, я смогу все. Ну, или почти все. Ободренная от эмоций, я посмотрел на Мику. Она продолжает спать. Мне кажется, она одета даже немножко слишком современно. Хотя, хз, какой сейчас год. Может, окажется, что сейчас 2000 какой-то там, пятый. Чтобы увидеть, как она медленно исчезает. Тает в воздухе, медленно, но неотвратимо, как привидение. Я что-то видел обивку кресла, просвечивая сквозь лицо Мику. Нет, пусть это будет сон. Галюн, да что угодно. Я понял, то есть, видимо, Мику, понимаете? То есть, Ольга Дмитриев же сказал, что тот, кто засыпает и как бы пропадает. То есть, возможно, возможно, она тоже не из этого мира. И она тоже, скажем так, инопришленка. И это Инесса Потянка. Инопришленка. И, может быть, мы вместе вернемся в будущее. Они будут в будущем вместе. Черт возьми, вот это был бы сюжетный поворот. Сам Стэнли Кубрик бы такого не придумал. Стивен Спилберг просто отсасывает. Темнокожему дворецкому в этот момент, когда сейчас происходит вот эта драма. Но на этом мы закончим. Я не хочу, чтобы серия была слишком большая. А что будет дальше, все и так знают. Но если вдруг, вдруг кто-то, вдруг такой сейчас, кто-то в интриге такой. Кто-то думает, что же будет дальше, кроме меня. Я уверен, что я один сейчас в интриге. Все такие говорят, ну, блин, Евген, мы все это посмотрели. Мы просто ждем, как ты уже кончишь. Но в любом случае, давайте мы здесь кончим. И увидимся в следующей серии. Я думал, закончится одной серией. Но, как я уже говорю, не хочу, чтобы серия длина сейчас. Всем пока. До следующей серии! Вообще, можно было постримить. Я не знаю, что я не постримил. Можно было. Я просто думал, что осталось минут 30, но меня накуканили, как всегда. Тут не 30, тут все полтора часа. Субтитры подогнал «Симон»